Всю неделю жители Новочебоксарска жалуются на неприятный запах. Первые звонки в единую диспетчерскую службу начали поступать еще в понедельник. Тогда жители почувствовали запах хлора. Сегодня новое обращение в городе пахнет гарью. Наша съемочная группа работала сегодня в городе Спутники. О результатах лабораторных исследований проб воздуха в нашем сюжете. Мы находимся в микрорайоне Иваново, города Новочебоксарска. Именно отсюда сегодня утром начали поступать звонки о неприятном горелом запахе. Сейчас время 13 часов. Запах небольшой есть, но уже не такой неприятный. На место сразу выехали все службы. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. Воздух через трубку попадает в жидкость специальную. И там уже получается ослаждается серодиоксид. И в лаборатории мы делаем анализ этой жидкости. Чем сильнее окрашена жидкость, тем больше вредных примесей в воздухе. На первый взгляд этот свет нареканий у специалистов не вызывает. Сорбционные трубки с отобранными пробами мы переводим в раствор. Добавляем уже на каждый показатель свои реактивы. И получаем окрашенное соединение. И уже замеряем на спектрофотометре. По показанию уже спектрофотометра считаем концентрацию исследуемых веществ в воздухе. В нашем распоряжении есть экспертное заключение результатов проб воздуха, которые провели специалисты Федерального медико-биологического агентства. По их данным, нарушение предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Запах какой-то, да, есть, вот чувствуется чуть-чуть. Но это в основном, я думаю, собирается, наверное, как-то именно низменно здесь. Как-то вот продукты горения. Допустим, здесь есть гаражно-строительные кооперативы, которые топят гаражи. Возможно, вот где-то полосой появляется вот этот запах. Да, мы сами даже чувствуем чуть-чуть. Да, ну, по крайней мере, я считаю, что тут никаких сейчас именно опасностей для населения нет. Но, несмотря на это, правоохранительные органы проверят, было ли нарушено природоохранное законодательство. Мы привлекаем, значит, и специальную технику. Есть у нас в МВД квадрокоптер. Есть специально, значит, обычный человек. С его помощью, значит, проводятся регулярные облеты. Сейчас мы, значит, будем анализировать те съемки, которые, значит, были осуществлены как раз на этой неделе, да, и будем устанавливать, в том числе, с помощью этих съемок, значит, источник этого запаха. Поэтому, если мы определим вот этот запах гаря, то, естественно, установлено виновное лицо, нарушает ли оно природоохранное законодательство или нет. Ну, скорее всего, есть там нарушение. Раз запах гаря есть, даже если частное лицо, все равно будет привлечено. Между тем, в Ночебоксарске с 3 декабря наблюдается неблагоприятная метеообстановка. Низкая температура, низкое атмосферное давление и слабый ветер. Такая погода способствует быстрому оседанию вредных примесей на поверхности. В адрес предприятий, которые осуществляют выбросы химических загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ну, даны рекомендации о снижении выбросов, либо их исключение, да, в связи с тем, что, ну, вот это загрязнение, скажем так, оно может негативно сказаться на качестве атмосферного воздуха в городе. Вот, другое дело, прислушиваются ли к этим, выполняют ли эти рекомендации те организации, которые осуществляют промышленное производство, в том числе химическое, либо не прислушиваются, да, ну, это будет, наверное, проверяться в ходе как раз проведения и установления, проведения мероприятий по установлению источника химического загрязнения. Будет проверена версия выброса хлора на химическом производстве. По результатам исследования было установлено превышение хлора на территории жилой застройки города Новочебоксарск. Данные исследования продолжались и в последующие дни, и 8 декабря. Также лаборатории Федерального медико-биологического агентства были зафиксированы превышение предельно допустимых концентраций хлора и гидрохлорида на территории города. Данная работа продолжается. Ведется работа органами местного управления по установлению источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Ну, в частности, территориальным отделом сформированы материалы и направлены в адрес правоохранительных органов для возбуждения уголовного дела. Что стало источником неблагоприятных запахов в Новочебоксарске, станет известно только после обработки всех материалов. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика.